Сперва дороги, через год деньги. По такой стратегии администрация теперь будет работать с подрядчиками. Сегодня на совещании у главы города утвердили окончательный список дорожных объектов, которые будут строить и ремонтировать в 2013 году. Власти потратят на это рекордное количество средств, почти полтора миллиарда рублей. Какие проблемные точки не уместились в бюджет, расскажет мой коллега Денис Денисов. Это улица Высотная. Стиральной доской ее не назвать, но в списке на ремонт ее называют Знаковой. А таких десятки в каждом районе подчинят по 3-5 улиц. Среди них Татмина, Пионерской Правды, Марковского, Весны, Затонской и многие другие. Однако многие в счастливый список в этом году не попали. Например, улица Елены Стасовой. Сейчас она больше напоминает лоскутное одеяло, нежели дорожное полотно. Но рекордного дорожного бюджета в 1 миллиард 353 миллиона рублей на всех, увы, не хватит. Ну вот ту сторону, конечно, ям очень много. Подвеска страдает на машине. Ужасно. Абсолютно на такого состояния прошлого. Не можно не ждать. Машина болтает по дороге, как... В этом году серьезно капиталят всего два участка. Но очень важных участка Комсомольский проспект от 9 мая до Краснодарской и трассу Солнечный. Также продолжится капитальный ремонт автодороги Красноярск-Енисейск. На участке от Северного шоссе до границы города. Отремонтируют полотно, починят три транспортные развязки и наконец-таки установят долгожданное освещение. Новых дорог появится немного. В основном в Покровке и в районе строящегося 4-го моста. По словам мэра, все работы должны идти комплексно. С фонарями, тротуарами, благоустройством и остановками. В пример привели так называемый Ерегинский проезд. Там дома только строятся, но остановок уже катастрофически не хватает. Я сейчас нахожусь около одного из новых домов. Давайте на секундомере проверим, сколько занимает путь пешком отсюда до ближайшей остановки. Итак, на старт, внимание, марш. Без малого 800 метров через три квартала и две дороги. И в основном по обочинам. И финиш. В общем, на путь от дома до остановки в сторону левого берега у меня ушло 8 минут, 1 секунда. В общей сложности реконструируют и построят 27 остановок. Полный список всех объектов ремонта можно будет посмотреть на сайте администрации города. В него входит несколько сотен дворов и междворовых проездов. Чтобы все эти миллионы рублей не утекли меньше, чем через год, глава города очень четко обозначил стратегию работы с подрядчиками. Все деньги сразу им никто не отдаст. Наступит осень, зима, весна. И только после этого можно будет сказать, насколько качественно выполнены ремонтные работы. Поэтому мной была поставлена задача платить, окончательно осуществлять расчеты за выполненные работы по истечении года, как минимум года, после того, как эти работы будут завершены. Контролировать работы могут и сами горожане. На совещании Дхамак Булатов дал указание разместить в интернете не только список работ, но и график их выполнения. Денис Денисов, Сергей Раков, 7 канал, Новости 24.